Здравствуйте! В эфире ЛТВ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Сегодня мы собрались с вами в преддверии съезда, который традиционно проходит в декабре. Состоялась 29-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Потрясающий новый детский сад. Все очень красивое, чистое, свежее. В округе появился новый детский сад. Подробности в выпуске. Мы, конечно же, радуемся за вас, радуемся тому, что на нашей площадке вы найдете много интересной информации, пообщаетесь с своими сверстниками. Что ждало в этом году участников регионального карьерного форума «Твой старт» – расскажем в сюжете. Есть ряд замечаний, есть небольшое отставание и также есть полное понимание, как сократить эти сроки. Первый этап строительства стадиона «Торпеда» подходит к завершению. А теперь подробнее о всех событиях. В Красногорске прошла 29-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». На встрече подвели итоги проделанной работы, а также обсудили приоритетные задачи на следующий год. Тему продолжит наш корреспондент. Сегодня мы собрались с вами в преддверии съезда, который традиционно проходит в декабре. Съезда политической партии, которая продолжительное время находится у руля. Наше главное преимущество всегда – это был наш лидер и актив, люди, которые работают во всех уголках нашей страны. Московское областное отделение партии «Единая Россия» последние годы занимает лидирующие позиции по многим направлениям. Помощь фронту, поддержка участников СВО и их семей – как раз одно из таких. С начала года муниципальные штабы собрали свыше 2000 тонн гуманитарного груза. За депутатами всех уровней закреплено почти 20 тысяч семей военнослужащих. Мы первые из всех регионов закрепили представителей власти за семьями, сопровождаемых каждый день в каждом городском округе. Прошу вас также продолжать эту работу, она заметна. Впереди у нас новогодние праздники, самые долгожданные, тёплые, семейные. Поэтому прошу организовать мероприятия для семей с детьми, прежде всего задействовать для этих целей наши местные общественные приёмные. «Единая Россия» в Подмосковье – это 53 местных отделения, 69 тысяч членов партии, 40 тысяч сторонников и свыше тысячи депутатов по итогам осенней кампании. На конференции традиционно отметили лучшие муниципалитеты, люберцы в пятёрке лидеров, городской округ на почётном третьем месте. «Работали вместе с населением для того, чтобы максимально быстро реагировать на те обращения, которые поступают. Порой от людей, от наших жителей поступают незначительные вопросы, на которые кажется, что можно не обращать внимания. Но для партийцев, для «Единой России» таких и проблем, и вопросов не должно быть». Местное отделение «Единой России» в городских округах Люберца, Держинске и части Раменского теперь единое целое. В декабре партия проведёт предварительное голосование, по итогам которого выдвинет своих кандидатов на участие в выборах в Совет депутатов. Глава округа Владимир Волков провёл еженедельное оперативное совещание. Об итогах работы, проделанной за минувшую неделю и планах, на ближайшее время отчитались у руководителей структурных подразделений. «Коллеги, доброе утро. Начнём наше совещание. Вопросы, те, которые сегодня на повестке. Это доклад о состоянии и работе блока ЖКХ». «Доброе утро, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги и жители. В этом году мы реализуем две программы. Это программа «Светлый город» и программа модернизации уличного освещения. По программе «Светлый город» мы монтируем три новых линии уличного освещения. Это улица 8 Марта, дом 38, 40, 42, Льва Толстого, дом 7, корпус 3 и в Красково на улице Вокзальной, 28, 30, 32, 34. Всего проложено 421 метров кабеля, установлено 13 топор и 13 светильников. Большая, даже не побоюсь этого слова, грандиозная работа по модернизации уличного освещения. Из 16 с лишним тысяч светильников в этом году мы меняем на новые светодиодные светильники более 3000, а конкретно 3335 светильников с учетом экономии по контракту. На сегодняшний день уже заменено 1771 светильник. «Следующий доклад об итогах работы по строительству, ремонту дорог в 2024 году. Объем был проделан большой, много открыли новых трасс при поддержке губернатора. Самая главная трасса, участок дороги М-5 Урал открытый. У нас серьезные изменения по транспортной доступности благодаря этому проекту. Что было, какие проекты реализованы? Пожалуйста, Иван Алексеевич. Доброе утро, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги, уважаемые жители. В текущем году проведен ремонт 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения, три из которых определены по итогам голосования на портале Добродел. В городском округе Люберца появится новая дорога с путепроводом через железнодорожные пути над всеми известной нам дыркой. Она пройдет по проектированному проезду номер 4037 и соединит улицу Инициативную и Октябрьский проспект. Проектом предусмотрено на примыкании к Октябрьскому проспекту обустройство одноуровневой кольцевой развязки, устройство двух съездов с улицы Транспортная и двух съездов с Волковской улицы. Также предусмотрена реконструкция существующего тоннеля под пешеходный переход. Следующий доклад такой же интересный, не менее интересный. Это строительная отрасль, социальные объекты, количество объектов, которые были реализованы. Также при поддержке Андрея Юрьевича. Стали лидером по количеству введенных социальных объектов. Мы уже открыли 13 социально важных объектов. Это 4 школы общей вместимостью 4670 мест, 6 детских садов общей вместимостью 1430 мест, 2 поликлиники общей мощностью 200 посещений в смену и произвели капитальный ремонт гимназии 18. Уже в 2025 году мы не сбавляем темпы строительства и планируем завершить строительство еще 13 социально важных объектов. Это школы вместимостью на 1500 мест, 3 детских сада общей вместимостью 1280 мест, 3 поликлиники смешанного типа общей вместимостью 1340 посещений в смену и станция скорой помощи на 2 машины места. А также проведем капитальный ремонт 4 образовательных учреждений на территории городского округа Люберца и реконструкцию стадиона Торпеда. И крайний доклад у нас о проекте «Зима в Подмосковье» доложит Рожников Илья Александрович, какие мероприятия будут проходить. И перед Новым годом мы в праздничные дни. Добрый день, уважаемый Владимир Михайлович, уважаемые коллеги и жители. Старт зимнему сезону в Люберцах дадим 1 декабря. В 18.00 зажжем огни на главной елке округа. Приходите всей семьей на площадь к администрации. Торжественные мероприятия начнутся с 17.00. С 1 декабря в своей двери откроют мастерские Дедушки Мороза в Наташинском и Центральном парках. Захватывающие приключения по городу с любимыми новогодними героями, игровая программа и подарки ждут люберчан и гостей округа в рамках уникально-культурного туристического проекта «Люберец. Новогодний автобус». Новый год начнем с масштабного и уже полюбившегося зимнего фестиваля, который пройдет со 2 по 7 января. Одним из ярких и масштабных событий январских праздников станет ледовое шоу от коллектива прославленной фигуристки Российской Федерации Татьяны Навки. Министерство культуры и туризма Московской области совместно с Министерством спорта Московской области впервые проводят масштабный проект «Зимний мотофристайл». Расширенная афиша со всеми мероприятиями будет размещена на сайте «Люберцы.РФ» и в телеграм-канале «Культура.Люберцы». На этом наша повестка также исчерпана, коллеги. Есть предложения дополнительные. Если нет, то всем хорошей рабочей недели. В городском округе «Люберцы» прошла очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. На этот раз местом ее проведения стало предприятие «Тенза-М». Сотрудники весоизмерительной кампании задали властям вопросы и получили на них ответы. Тот случай, когда не ты идешь в администрацию, а администрация приходит к тебе прямо на работу. В конференц-зале предприятия «Тенза-М» представители всех сверхжизнедеятельностей округа готовы отвечать на вопросы, а также принимать замечания и предложения. С правой стороны, за СНТ, соответственно, «Березка», вот там огромная площадь ТБО, которая прямо на карте есть. Про эту площадку неоднократные жалобы. Выходили, проверяли. У них разрешение от Министерства экологии на переработку действий. Но по факту они валят туда все ТБО и разбирают. Что не разбирают, но возят туда-то сваливают. Да, месяц тому назад выезжал туда еще раз в Министерство экологии. Им были даны все разъяснения и дан срок, по-моему, до 1 февраля. Приведение земельного участка в ближайшее состояние. Сейчас на контроле Министерства экологии. В компании «Тенза-М» более 350 сотрудников. Подавляющее большинство жителей люберец. Егор Горюнов живет в центральной части города, на улице Волковской. Свой вопрос мужчина адресовал представителям дорожного блока. Интересовал вопрос пешеходного перехода ближе к Дому культуры, которого мы, к сожалению, временно лишились. Есть радостные мести. Значит, один из пешеходных переходов будет по-человечески вырыт. Значит, это там, где сейчас на пересечении Смирновской и Октябрьского проспекта. То есть, приблизительно в том же месте, где он был ранее. И вторая радостная новость – то, что после него начнется строительство специального пешеходного прокола возле почты. То есть, он будет выходить под эстакадой, ближе уже к ДК, в сторону ближе бывшего стадиона. Есть вопросы и в сфере ЖКХ. Они касаются содержания капитального ремонта МКД, а также уборки придомовых территорий. Ещё были вопросы тоже к самоотоплению. Выйдем, замерим, какие вопросы. Возможно, нужна замена радиатора в квартире. По поводу вопроса уборки был. На преддомовой территории перегорел один фонарь. Тоже выйдем, завтра заменим. Ответы на большую часть обращений дали на месте, а другие вопросы сотрудники администрации внесли в протокол и взяли в работу. В Октябрьском завершилось обустройство тротуара в районе строящейся поликлиники. Объект дорожной инфраструктуры ведёт к разноуровневому пешеходному переходу, который возвели над недавно открытым участком трассы М5 «Урал». Работа проведена по многочисленным просьбам жителей посёлка. По поручению главы городского округа Люберцы подрядная организация справилась со своей задачей в сжатые сроки. Был обустроен тротуар в связи со строительством больницы на 500 посещений в день, который имеет очень большую социальную важность. Тротуар имеет площадь 424 метра квадратных, площадью 212 метров протяженных. Работы были буквально недавно проведены и сделано было в кратчайшие сроки. Буквально за неделю мы выполнили данное строительство. В микрорайоне Жулебино парк распахнуло свои двери ещё одно дошкольное учреждение. Детский сад Аистёнок готов принять 350 малышей от 3 до 7 лет. Наша съёмочная группа уже побывала там и готова показать сюжет. Мы с вами ещё одну поделку делали, правда, ребята? Ёлочку. Новогоднюю ёлочку. В этой группе уже идёт подготовка к самому волшебному празднику. Малыши и воспитатели изготавливают подделки и сувениры. Заниматься творчеством в новом, просторном и уютном детском саду, приятном вдвойне. Трясающий новый детский сад. Всё очень красивое, чистое, свежее. Новая мебель, новое необходимое оборудование, которое поможет детям успешно в дальнейшем обучаться. Всего в новом дошкольном отделении 41-й гимназии 14 групп. У каждой своя раздевалка, спальня, буфетная, туалет и прогулочная площадка. В детском саду собственный пищеблок, а также музыкальный и спортивный зал и кабинет психолога, медицинские блоки, прачечная. Детский сад долгожданный, микрорайон новый, развивается, много молодых семей. Второй детский сад на этой территории, количество детей, которое сюда пойдёт, это 350 детей. И, конечно же, познакомились уже со всем коллективом педагогов, пообщались. Очень много интересных программ, которые будут запущены. Аистёнок завершил череду открытий социальных учреждений в этом году. Всего в 2024-м в Люберцах распахнули двери четыре новые школы и семь детских садов. За всю историю города это рекордное количество. Люберецкие медики провели профилактическую акцию, направленную на раннее выявление онкозаболеваний полости рта. Местным выездного профосмотра стоматологов стал Фонд защитники Отечества. Участники специальной военной операции и члены семей военнослужащих прошли бесплатное обследование. Тему продолжит наш корреспондент. Дмитрий Ястребов, участник специальной военной операции, вернулся из зоны боевых действий в конце прошлого года. Сейчас мужчина занимается своим здоровьем. Сегодня медицинское обследование проходит в уже знакомых ему стенах в Люберецком филиале фонда «Защитники Отечества». Наше здоровье – наша жизнь. Если мы не будем сами за этим следить, значит, ничего у нас не будет получаться. Медицина не будет иметь в полном соответствии данных, над которыми им надо работать. Возможностью пройти онкоскрининг полости рта воспользовались не только участники, ветераны СВО, но и жены героев. Такую возможность им предоставили сотрудники Люберецкой стоматологической поликлиники. Акция прошла при поддержке общественной палаты городского округа. Люди, которые являются нашими защитниками, которые помогают нам, мы, конечно, должны помочь им. И в данном случае мы не хотели, чтобы к нам приходили, а мы пришли сами к людям, решили так, чтобы вы выполняете свой долг, а мы помогаем вам быть здоровыми, и качество жизни ваше должно быть хорошим. Мы провели осмотр полости рта методом люминесцентной стоматоскопии. Это аппаратная методика выявления заболеваний слизистой оболочки полости рта предраковыми или раковыми заболеваниями. Есть такое изречение одного профессора, здоровая полость рта светится зелёным. На данный момент всех, кого я успела осмотреть, полость рта у всех светится зелёным, заболеваний и предрасположенностей не выявлен. Если же лампа светится другим цветом, врач направляет пациента на более углублённое обследование. Медики настоятельно рекомендуют регулярно проходить диспансеризацию, ведь успех лечения во многом зависит от стадии недуга. Луиса Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Люберецкая школа регионального отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России Московской области отмечает полувековой юбилей. Какие задачи стоят перед ДОСААФ сегодня и сколько человек здесь ежегодно проходит подготовку, узнали мои коллеги. В зале руководящий состав Люберецкой школы ДОСААФ, военнослужащие и юно-армейцы. Юбилей для коллектива – это повод оценить достигнутые результаты, наградить сотрудников и, конечно, встретиться с выпускниками. В недавнем 2003 году я также закончил эту школу, получил категорию «Б» и «Ц». Также обучался в этих залах. Поэтому она мне действительно дорога, эта школа. В сегодняшнее непростое время для страны вы помогаете делать победы, потому что те специальности, которые вы воспитываете наших ребят, в настоящий момент очень востребованы на новой территории Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции. Это большая дата, большой юбилей, и они его встречают с достаточно приличными показателями. Я скажу в целом по результатам, так сказать, работы, совместной деятельности. У нас лучшие результаты в области, и мы полноценную группу сажаем сюда непосредственно. И здесь проходит процесс обучения. Совместно мы смотрим, каким образом курсанты получают знания необходимые. Обучение категории «С» рассчитано на 4,5 месяца. Получив военно-учетную специальность, водитель грузового транспорта, курсанты убывают в войсковые части для прохождения дальнейшей службы в вооруженных силах России. Основная наша задача – это подготовка по военной учетной специальности 837, военный водитель. У нас на базе происходит теория, это классы специально оборудованные, и практика как на территории нашей площадки, так и на территории города. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех, кто прошел через стены ДСАФа, всех будущих военнослужащих, ну и всех, кто причастен и кто нам помогает. На плечах ДСАФ лежит и патриотическое воспитание. К юбилею школы здесь открылась выставка боевой техники и вооружения, специальной военной операции. Ваше внимание представляется автомобиль «Урал-44-202». Особенности данного автомобиля – дизельный двигатель повышенной мощностью 230 лошадиных сил, грузоподъемностью 30 тонн. Эта техника нужна для транспортировки легкобронированной техники или других грузов. Макеты сидельных тягачей, танков, бронетранспортеров и боевых машин пехоты, выполнены воспитанниками отделения масштабного моделирования Дворца детского творчества. Выставку боевой экипировки и мастер-класс по сборке-разборке автомата подготовил Люберецкий клуб «Патриоты». Миссия клуба – это, да, все-таки военно-патриотическая подготовка, чтобы, отучаясь в высших университетах, мы могли в армии показать хорошие результаты и изучать свою родину. Мы очень рады такому сотрудничеству, что у нас есть такая возможность посещать такие мероприятия. За год в Люберецкой школе ДСААФ проходит подготовку 600 человек по гражданским специальностям и 80 по военно-учетным. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛТВ Состоялся региональный карьерный форум «Твой старт». Он собрал на одной площадке старшеклассников, студентов, представителей высших учебных заведений, а также работодателей. Участников мероприятия ждали панельные дискуссии, презентации и консультации экспертов по вопросам открытия и развития бизнеса. Подробности далее. Уже во второй раз Люберцы становится местом проведения регионального карьерного форума. А презентация учебных мест прошла в Большом зале Дворца спорта «Триумф». Кроме представителей вузов и средних учебных заведений, здесь активисты различных общественных организаций призывают молодежь пополнить их ряды. Российские студентские отряды – это общероссийская молодежная организация, в которую вступают студенты с любых учебных заведений. Мы занимаемся трудоустройством студентов в летний период времени, когда у студентов каникулы. Также можно работать и в период осенних-зимних каникул. Можно работать по разным направлениям. Вожатый, бармен, официант, строитель, проводник и многие другие направления. Это зависит от того, в каком именно отряде студент состоит. Региональный карьерный форум посетил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Свои инновационные разработки ему продемонстрировали студенты ведущих техникумов и вузов Москвы и Подмосковья. Мы, конечно же, радуемся за вас, радуемся тому, что на нашей площадке вы найдете много интересной информации, пообщаетесь с своими сверстниками. Мы желаем каждому из вас найти то место и выбрать ту профессию, которая будет по душе, чтобы в последующем получать удовольствие от работы. Это, конечно же, двигаться в создании семьи. Знаковым событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Люберец и техникумом имени Гагарина. Основная задача – взаимная подготовка кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса, расположенных на территории городского округа. Техникум в 2024 году выиграл федеральный конкурс профессионалитет. Мы оснащены, по последнему слову, техникумом, все наши лаборатории, мастерские зоны. Образовалось семь зон по видам работ, серьезнейших. И ребята уже занимаются. Это дает замечательные результаты. Все наши предприятия, которые вошли в этот комплекс, в наш профессионалитет, они очень довольны результатом. Еще один блок, панельная дискуссия и открытый разговор. В качестве спикеров пригласили экспертов Росмолодежи, Центра «Мой бизнес» и Компании «Вертолеты России». А специальным гостем форума стал российский бизнесмен Андрей Ковалев. Списки Форбса прошел с 25 до 11 места, был долларовым миллиардером, потом пришел кризис, но я выставил. А потом я начал объединять предпринимателей, создал «Общероссийское движение предпринимателей». 400 тысяч человек объединил. Восстанавливаю старинную усадьбу Гребнева. Ежегодный форум «Твой старт» проходит при поддержке правительства Московской области. На этот раз он собрал более тысячи участников и представителей 20 вузов и техникумов. Луиса Эйгия, Сориан Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. Еще 17-ти люберчанам, которым недавно исполнилось 14 лет, вручили паспорта. В Малаховской 46-й гимназии, где состоялось торжество, юных граждан России поздравил глава округа Владимир Волков. Вы продолжаете ту историю, которая написана золотыми буквами и страницами, вписана в летописи. Конечно же, свою историю нужно знать, гордиться тем, что вы граждане Российской Федерации, идти с высоко поднятой головой, быть достойными людьми. Вот этого всего мы вам желаем. И чтобы вы, конечно же, стали впоследствии заслуженными гражданами Российской Федерации. Церемонию провели в рамках патриотической акции «Мы, граждане России». Молодежный проект запущен несколько лет назад, чтобы получение паспорта стало для каждого школьника значимым и запоминающимся событием. Для меня очень большая гордость получить свой первый паспорт. Это, конечно же, большая ответственность. Я буду его беречь и соблюдать все законы. Новый этап жизни, можно сказать, когда ты взрослеешь, конечно же. Вместе с главным документом вручили экземпляр Конституции Российской Федерации, поздравительный адрес главы Люберец и обложку для паспорта с символикой государства. От российского сообщества детей и молодежи «Движение первых». Стартовал муниципальный этап 33-х международных рождественских чтений и 22-х московских областных образовательных чтений. Торжественное открытие состоялось в школе новостройки в поселке Красково. Тему продолжит Луиза Егия-Зарян. Униципальные рождественские чтения открыли воспитанники дворца детского и юношеского творчества. Песня от героев былых времен выбрана не случайно. Тема этого года – 80-летие Великой Победы, память и духовный опыт поколений. Нельзя строить будущее, забыв о своем прошлом. Как сказал Лев Николаевич Толстой, страна, забывшая свою культуру, традиции национальных героев, обречена на вымирание. Вот я каждому из вас в этом зале желаю, чтобы ни в прямом, ни в переносном смысле этого не произошло. Очень знаменательно, что вот именно в этих стенах в этом году проходит под девизом «История Великой Отечественной войны» и «Подвиг нашего народа» и «Духовная сила нашего народа». Эта тема звучит здесь, в этом зале, в зале прекрасной новой школы. Вера и патриотизм – понятия неразрывно связаны. Эти темы отражены в работах люберецких школьников, представленных на выставке в честь открытия рождественских чтений. Изучая историю, мы тем самым, делая все добрые дела, мы проявляем любовь друг к другу, тем самым укрепляя наше Отечество. Потому что в сегодняшних реалиях нам необходимо соединиться друг с другом, объединиться, независимо от наших взглядов и мировоззрений. Только, может быть, одно мировоззрение – это любовь к нашему Отечеству. На эти и многие другие темы представители духовенства общаются со школьниками. На протяжении двух лет на территории всей Подольской епархии проходит проект под названием «Диалог со священником». Главная цель таких бесед – духовно-нравственное воспитание молодежи. По благословению правящего архиерея архиепископа Подольского и Люберского аксия, во всех образовательных учреждениях, находящихся на территории Подольской епархии, священники ходят для диалога с учениками десятых классов. Они меняются из года в год, и мы расширяем с каждым годом количество этих классов и охват молодежи. Мне очень нравятся темы, которые раскрывают на этих занятиях. Мне запомнилась, если честно, очень тема под названием «Любовь». Ну, там священник Михаил очень хорошо ее раскрыл, очень красноречиво. На самом деле очень интересно, познавательно, и можно много для себя нового подчеркнуть, каких-то новых тем, каких-то, возможно, вопросов, в каких-то новых вопросах что-то для себя также узнать. Сотрудничество церкви и образования в Московской области закреплено двухсторонним соглашением, подписанным в сентябре 2021 года. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛТВ. В картинной галерее прошел художественный конкурс «Прокуратура глазами детей». Он приурочен ко дню образования Московской губернской прокуратуры, которая в этом году отметила 102-ю годовщину. Подробнее о работах юных художников расскажем в сюжете. На протяжении трех лет в Люберцах проходит выставка картин «Прокуратура глазами детей», которая стала символом патриотического воспитания молодежи. В конкурсе приняли участие дети прокуроров, воспитанники детских школ искусств округа и студенты юридического университета. «Такой конкурс, мне кажется, он сближает население, ну в частности нашего городского округа, нашей области. Поэтому, когда дети, в том числе дети, видят нас, так сказать, не только в работе, но еще и в каком-то творчестве, мы их видим в творчестве, все это благоприятно сказывается в целом на атмосфере в обществе. Каждым разом он становится все более интересным, все больше лиц принимает участие, работы все красочнее. Вот на конкурс этого года тому явное подтверждение». Картины написаны разными техниками – акварелью, гуашью и карандашом. Участники выразили свое видение правосудия, защиты и справедливости. Елизавета Портных с детства хотела стать прокурором. Сейчас она студентка юридического университета и уже на пути к своей мечте. А на участие в конкурсе и написание картины ее вдохновил преподаватель. «Вообще я вдохновилась, если честно, своим преподавателям по дисциплине ведения специальности профессиональная этика. И в этой картине я изобразила ее. Также в руках можно увидеть конституцию, весы. Это, можно сказать, символы юристов, прокуратуры, юриспруденции в целом. Ну и вообще в своей профессии я тоже, можно сказать, вдохновилась». Всех конкурсантов наградили благодарственными письмами. А после торжественной части ребята приняли участие в акции «Письмо солдату». Они будут отправлены в зону специальной военной операции. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ. Глава округа Владимир Волков проинспектировал строительство стадиона «Торпеда». «Без водорисков нет. Это все и вода, и канализация». «Да, это вода, и канализация. И ливневка. И ливневка, и вода, и канализация. Да». Основные инженерные коммуникации подведены. Футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом готово к эксплуатации. По периметру стадиона четыре мачты освещения. Монтаж трибун завершен. На финальной стадии кровельные работы. Строители приступают к внутренней отделке подтрибунных помещений, где разместятся раздевалки, тренерские и спортивные секции. В декабре, когда здание будет полностью остеклено, включат отопление. «Есть ряд замечаний, есть небольшое отставание. И также есть полное понимание, как сократить эти сроки. Наши сотрудники находятся на объекте каждый день. И задача – как можно быстрее закончить работы, пока позволяют погодные условия. Первый этап будет закончен в этом году. Это само футбольное поле и трибуны. Второй этап – физкультурно-оздоровительный комплекс – будет уже сдан в следующем году. Первые спортсмены уже увидят и начнут тренироваться на этом стадионе уже в следующем году». Дворец «Спорта Триумф» вновь встретил черлидеров Подмосковья и соседних областей. На фестивале, который объединил чемпионат и первенство городского округа Люберцы, а также межрегиональный турнир российского физкультурно-спортивного общества «Спартак», работали мои коллеги. За призовые места состязались более тысячи участников от 3 до 18 лет. Своё мастерство продемонстрировали спортсмены из Подмосковья, Владимирской, Тверской и Свердловской областей. Городской округ Люберцы представили пять коллективов. Все восемь лет, что в округе работает Федерация черлидинга и черспорта, клуб «Резолют» – постоянный участник соревнований. Одна из сильнейших команд Подмосковья получила высокие оценки и сегодня. «Мы очень рады, что мы поехали на эти соревнования и выступали. Мне кажется, мы очень хорошо выступали, но пока не имели без завалов. Надеемся на первое место. Я выступаю седьмой раз, я уже долго в Чире. Я сам остался из Санта, но прям эмоции хорошо, мы выступали хорошо». Выступление варьируется от одной до трёх минут. Содержит приветствия, хореографические и акробатические элементы. Судейская коллегия оценивала артистичность, синхронность движений, соблюдение дистанции. Всего более десяти критериев. «В основном в группах мы оцениваем групповое исполнение, владение техникой. С помпонами, когда выступают девчонки, то здесь, конечно, мы обращаем особое внимание на технику владения помпонами. Поскольку тонкостей много, позиций рук много, поэтому это один из главных критериев. Если мы говорим про станты, здесь очень важно именно техника работы, именно акробатических моментов. «Чирспорт» — это команда вид спорта. В наше нелёгкое время, особенно для детей, хотелось бы, чтобы они умели друг друга поддерживать, сополезновать и радоваться друг за друга. Для детей, в первую очередь, конечно, это демонстрация своих физических способностей, это конкуренция, это классный вид спорта». По мнению тренеров, чем чаще спортсмены участвуют в соревнованиях, тем больше они развивают свои физические и выливые качества, быстрее добиваются результатов. «Мы ждём развития спортивного, нам нравится участие в таких соревнованиях. Мы часто путешествуем в разных городах и области, и за другие пределы выезжаем, за границей даже были. Нас эти соревнования зачитают энергией, спортивным духом, формируют наш командный, коллективный дух. Мы продвигаем наши национальные традиции и миксуем современную хореографию, поэтому у нас такой сегодня наряд». По результатам турнира более 300 участникам присвоены второй и третий спортивные разряды. Победителям и призёрам вручены дипломы и медали. «Мы рады, что мы победили и заняли первое место». «Мы друг за другом седа горой, и поэтому мы победили». В фестивале участвовало 40 спортивных клубов, но для люберчан эти соревнования особенные. Сильнейшие черлидеры поборются за честь городского округа на областном турнире. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Телеканал ЛТВ. А на этом выпуск завершён. Ещё больше интересных новостей можете искать в наших социальных сетях и, конечно же, на нашем сайте ltv24.ru. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова